27 февраля ежегодно отмечается международный день белого медведя эта дата совпадающая с периодом нахождения самок и детенышей в берлогах призвана повысить осведомленность о влиянии глобального потепления на сокращение численности популяции полярных гигантов и проинформировать о статусе сохранения белого медведя он коренных народов севера белый медведь во все времена был героем мифов и любимым персонажем фольклора что нашло отражение сюжета художественного промысла инициациях и праздничной обрядовой культуре белый медведь имеет многочисленные названия пашкой на ног полярный медведь ледяной медведь медведь морской ужас тюлени всадник на аспекту и прочее все народы севера и сибири за знак уважения называют белых медведей старшим родственником дед дедушка причем не только называют но и считают их таковыми отказываются называть медведя белый медведь опасаясь обидеть его все белые медведи левши язык достигает длину 60-70 сантиметров имеет темно-синий цвет в некоторых описаниях отмечет цвет как черный и кожа белого медведя черная мех на самом деле не белый а прозрачный шерстинки полностью лишены пигмента и по своему строению напоминают полые колбы строение шерстяного покрова и черный цвет кожи животного обеспечивает надежную теплоизоляцию обладая свойствами волоконной оптики сквозь стеклянный мех ультрафиолетовые солнечные лучи легко продикают на черную поверхность кожи и нагревают ее а мех надежно удерживает тепло во влажном теплом климате зоопарков цвет шерсти белых медведей может поменяться приобретая зеленый желтый розовый или коричневый оттенок причин может быть много рост водорослей в шерстинках аллергические реакции некачественная и несвоевременная чистка вольверов естественных условиях в летнее время цвет шерсти также способен измениться до соломенного желтого под воздействием солнечных лучей у медведя хорошо развито чувство ориентирования он проходит и проплывает огромные расстояния любит путешествовать на дрейфующих динах выдерживает температуру до минус 80 градусов и чем крупнее медведь тем меньше тепла он теряет при этом обладает тонким обонянием живую добычу он способен учует воде подо льдом а падшего тюленя на суше чует на расстоянии до полутора километров белый медведь считается самым крупным наземным хищником самцы могут весить до тысячи килограмм а длина тела таких самцов может превышать три метра и высота в холке доходит до 160 сантиметров при этом новорожденный медвежонок не весит и килограмма характер белого медведя далеко не всегда предсказуем он способен практически мгновенно переходить из состояния покоя в состояние ярости а учитывая умение развивать скорость до 40 километров в час а в воде до 10 километров в час лучше держаться от него на большом расстоянии тело его отлично приспособлено для плавания лапы снабжены межпальцевыми перепонками а густой плотный мех покрыт водоотталкивающим слоем от переохлаждения защищать толстый слой подкожного жира взрослые медведи одиночки однако они способны выстраивать миролюбивые и даже дружеские отношения с сородичами они могут скрещиваться с бурыми и давать полноценное плодовитое потомство но существовать в ареале распространения бурых медведей не могут из-за факторов связанных с физиологией и рационным питанием для белых медведей характерно медленное размножение и большая смертность молодняка 10-30 процентов это связано с суровыми условиями обитания малочисленным пометом длительным пребыванием детенышем с матерью до полутора лет и небольшой продолжительностью жизни всего 25-30 лет белый медведь самый крупный хищник на земле но это не спасает его от опасности сейчас в мир существует примерно 20-25 тысяч особей но к 2050 году из-за тайны льдов арктики их количество может уменьшиться в трое этот вид занесен в красную книгу мы одечно и и Субтитры создавал DimaTorzok